И у нас отведено буквально где-то час на то, чтобы поставить основные акценты на самом важном. Итак, что нас ждет в 2021 году? Первый момент, действительно, не так много, конечно, изменений было внесено в часть первую и основные ключевые немножко озвучивают 374 ФЗ, федеральный закон. И у нас, наконец-то, в налоговом кодексе закреплены теперь основные опасные обстоятельства, по которым налоговые органы могут признать представленную налоговую декларацию непредставленной. Данные положения будут действовать 1 июля 2021 года. И такие моменты, допустим, как подписание декларации неуполномоченным лицом, дисквалифицированным генеральным директором, либо на дату подписания декларации, извините, уже есть сведения о смерти в реестре ЗАГС лицом, подписавшим декларацию. До даты подачи декларации организация была исключена из единого государственного реестра юридических лиц и ряд других оснований. То есть по этим основаниям налоговые органы могут признать, что декларация не была представлена. Ну, в принципе, здесь каких-то новинок для нас с вами нет, потому что основные вот эти вот постулаты, которые закреплены будут в налоговом кодексе, они были в соответствующем регламенте для федеральной налоговой службы. Мы и ранее встречались с такими основаниями для признания декларации непредставленной. Что же делать, если такой сюрприз, если компания получила извещение, ведь налоговые органы, установив вот те факты, которые вы сейчас видите на экране, она должна уведомить соответствующего налогоплательщика в течение пяти рабочих дней. И, соответственно, с момента получения данной информации, данной неприятной новости, нам отведено также пять рабочих дней для того, чтобы, если это возможно, убрать вот эти все основания и представить декларацию заново. И чтобы декларация, изначально которая была представлена, не была признана, представлена не в срок для того, чтобы избежать штрафных санкций. Пять рабочих дней. Далее, что касается этого закона 374 ФЗ, меня очень порадовало, что в нем я не увидела момент, связанный с тем, что юридические лица обязаны бумажные доверенности нотариально удостоверять. Это прекрасно. То есть, как и раньше, живем спокойно, не надо нотариального удостоверения бумажных доверенностей от юридического лица. Печать, подпись, все достаточно. Очень хотелось вот эти моменты включить отдельным категориям лица именно в налоговый кодекс. Слава богу, этого не произошло. Дальше кардинальное тоже изменение, на мой взгляд, именно в администрированной, связанное с тем, что мы привыкли, что автоматизированные системы – это АСК «Наук-3» и АСК «МДС». Так вот, АСК «НДС» заменены на программный комплекс «Контроль НДС». Более совершенная программа, на мой взгляд, потому что она позволяет налоговому инспектору вычислять не только сделки с разрывами в части НДС, но и просвеживать, даже, скажем так, более-менее полноценные цепочки без разрывов. И отслеживать самые важные моменты, кто является выгодоприобретателем в сделке, связанной с незаконным, в частности, возмещением НДС или предъявлением НДС к вычетам. Все компании поделены не только на фирмы-однодневки и фирмы-технички, технические компании, но появилось и новое понятие, как сущностные компании. Сущностные компании – это то юридическое лицо, которое, в принципе, является, на первый взгляд, благонадежным в налоговом плане, потому что ведет предпринимательскую деятельность, платит, в принципе, исправно налоги, подставляет отчетность, но, тем не менее, использует незаконную оптимизацию и схемы по НДС. Как раз вот таких вот лиц будут вычислять, потому что мы все прекрасно понимаем, что с фирмы-однодневки и часто с технички невозможно взыскать теленалоги и очень часто перекладывают на плечи. Даже иногда бывают перегибы на добросовестных налогоплательщиков и, конечно же, вот поиск сущностной компании – это определенный прорыв в сфере налогового администрирования. Конечно, будет особый контроль за расхождениями по журналам. Мы привыкли, что он в основном контролирует по разделу третьей налоговой декларации, теперь уже будут следить за одиннадцатым разделом журналов, да, встречать соответствующие данные у проверяемого налогоплательщика и у его контрагентов, будут следить за нарушением контрольных соотношений и ловить несопоставимые операции. Ну, несопоставимые операции, естественно, налоговый орган прекрасно знает такие схемы, как дробление счетов фактор на разные периоды, для чего это необходимо, для того, чтобы запутать АСК НДС, да, но как мы видим, что программный комплекс контроля НДС теперь будет скрывать и такие моменты. Система балок вводится, да, мы привыкли к налоговому светофору, когда делили нас на зеленых, красных и желтых, зеленый тот, кто благонадежный, красный лучше, конечно, его очень часто проверять, для того, чтобы выявлять все схемы факту на уплату налогов в бюджет. Так вот, баловка, да, то есть определенные баллы и для того, чтобы вырисовать картину в отношении конкретного налогоплательщика. Причем баловка очень интересна для сущностных компаний. Чем больше балов, например, такие, как компания с массовыми учредителями, руководителями, IP-адреса, ну, то есть многие такие нехорошие, если какие-то моменты будут складываться, помимо того, что компания ведет реальную систематическую деятельность и платить налоги. Чем больше балов, тем больше шансов признания юрлица сущностной компанией, которая является выгодоприобретателем от различных схем, связанных с неуплатой НДС. Ну и, конечно, условные устраненные расхождения тоже будут под особым контролем. Разрывы, то есть связанные с заменой контрагентов, ну что ж, греха таить, сами иногда налоговые инспектора предлагают нам заменить счет фактуру, заменить соответствующего проблемного контрагента, да, нехорошего, который, естественно, есть в СК, НДС. Так вот, на сегодняшний день, как у нас только запустили в действии ПК-контроля НДС, территориальные инспекции, конечно же, будут отслеживать все вот эти нехорошие моменты, ежемесячно анализируют данные по НДС-декларации на предмет замены контрагента. Поэтому вот эта вот схема, в том числе, которую предлагают оптимизаторы, связанные с беспроблемными якобы схемами. Если контрагент проблемный в втором, третьем или десятом длине, АСК, НДС, у нас заменили, контроль НДС легко все будет вычислять. Ну, в принципе, вычисляет на практике. Да, и что нас ждет в следующем году, да, активно обсуждается оперативные налоговые проверки. На самом деле здесь тоже каких-то новинок таких вот кардинальных нет. Это связано с проверками применения контрольно-кассовой техники, известный в СА4 федеральный закон. Основные постулаты планируете перенести в налоговый кодекс, и также штрафные санкции административные перетекут плавно из КОАК в налоговый кодекс. Что меня, скажем так, особенно заинтересовало в плане оперативных налоговых проверок, это то, что закрепили законодательное право на контрольные закупки инспекторами. Помните, очень много было судебных процессов, насколько вообще является безусловным доказательством в споре о применении контрольно-кассовой техники. Закупки контрольные, которые осуществляются непосредственно инспекторами. Так вот, это все будет абсолютно законно. И более того, будет вестись постоянный мониторинг, собираться информация, обобщаться о конкретном юридическом лице, либо индивидуальном предпринимателе, данные о правильности применения КТТ, о нарушениях в сфере правильности применения контрольно-кассовой техники, которые будут собираться непосредственно от контролирующих органов, так называемых «доброжелателей» в кавычках. И эта информация будет собираться и уведомляться соответствующий юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель о том, что известно о фактах нарушения. Если нарушения не прекратятся или не подкорректируют, дай мне стать более благонадежным, то тогда, конечно, грозит полноценная проверка правильности применения КТТ, возможно, со штрафами. Далее, что касается топ-5 основных проблем налоговых, ну, конечно же, все мы в 2020-м текущем году, не взирая даже на мораторий запрет на проведение выездных налоговых проверок, тем не менее весной нас также мучили требованием представления документов. Конечно же, поэтому вопросов очень много по количеству тому, который от нас хочет получить документы, количество документов, которые хочет получить налоговый орган, насколько обоснованно требовать, как видите сейчас на экране, даже более миллиона документов, которые требовали представить у торговой компании в течение 10 рабочих дней. Меня радует то, что налогоплательщики все-таки действительно стараются в этой части отстаивать свои интересы. И в данном случае компания обратилась в суд и признала незаконным такое требование, потому что направлялось, в частности, и ходатайство о продлении, сроку представления документов, которые были, к сожалению, проигонорированы налоговым органам. Понятно, что продление срока представления документов является правом, а не обязанностью для инспекции, чем, видимо, и воспользовались в данном кейсе конкретные налоговые инспектора. И они доказали компанию за непредставление вовремя документов на 56 миллионов рублей. Конечно же, сумма колоссальная и цена вопроса стояла в том числе судебного разбирательства. Так вот, замечательно здесь, что суды как раз и сказали, что нет, они не видят закона в этом основании для их требования документов такого большого количества в течение 10 рабочих дней, тем более было ход на ходатайство. Нет такой возможности физической. На что возразили налоговые инспектора, сказали, что если ты считаешь всех работников торговой компании, они, видимо, включая уборщицы и продавцов, аж 3,5 тысячи человек, если бы не все собрались, и они могли бы собрать необходимые документы в налоговые органы и уложиться в 10-дневный срок. На что судья улыбнулся и сказал, ну извините, все работники не обязаны заниматься именно подготовкой документов для налоговых органов. У них есть свои обязанности, предусмотренные их инструкциями и трудовым договором. Далее, что касается истребования документов вне проверок, это излюбленная статья 93 Прим. Налогового кодекса, особенно по части 2, когда налоговых органов интересует конкретная сделка. И на самом деле, исходя из сегодняшней ситуации, налоговые органы, исходя из судебной практики, разъяснения Минфина и ФНС, могут истребовать у любого юридического и физического лица, который, по мнению налоговых органов, обладает необходимой информацией в отношении сделки. Они могут истребовать практически любые документы. Это позиция налоговых органов. Так вот, когда мы получаем требование, конечно, нужно его действительно детально изучать на предмет его законности. В частности, в 2020 году мы с коллегами заметили, что очень часто требуют представить документы и ссылаются на 93 Прим, но в частности, просят представить документы аж за 3 года, непосредственно документы, которые касаются самого налогоплательщика. О чем это говорит? Это говорит о том, что ведется предпроверочный анализ. Чаще всего, в 90% случаев, то есть здесь завуалировано истребление документов не в отношении конкретной сделки, либо контрагента, а проверяется уже, собирается информация в отношении самого налогоплательщика. Вообще еще хочу сделать важный акцент, что в декабре любого даже года, также в декабре 2020 года, изорвались они тем, что на сегодняшний день очень часто получают именно решения о назначении выездных налоговых проверок. Уже, да, именно как раз в декабре. С чем это связано? Такой шквал назначения проверок для того, чтобы не пропустить возможность проверки в данном случае 2017 года. Напоминаю, что можно проверять 3 года предшествующему году вынесенные решения плюс текущий год. Поэтому, конечно же, возмущение, жалобы не есть со стороны налогоплательщиков, но так вот заведено, это определенная предновогодняя традиция для Федеральной налоговой службы, чтобы не утратить право проверки, скажем так, 2017 года. В данном случае они как раз и радуют вот такими подарочками предпраздничными о назначении выездного налогового контроля, а по факту, конечно, его будут проводить уже в 2021 году. Что касается предпроверочного анализа, здесь как раз этого понятия у нас нет в налоговом кодексе, но тем не менее, вот которое дело вы сейчас видите на экране, но примечательно чем? Тем, что как раз налоговые органы признали, что да, мы истребуем очень часто документы налогоплательщиков именно в рамках предпроверочного анализа. Когда судьи заинтересовались и сказали, а где вообще такое понятие существует в налоговом кодексе как основание для истребованных документов, на что они сказали в налоговом кодексе и таких моментов основания нет, тем не менее, у нас есть ряд писем, в том числе от Федеральной налоговой службы, в частности от ФНС города Москвы, о том, что в рамках предпроверочного анализа буквально можно требовать все, что угодно у налогоплательщика. Так вот, данные документы и письма не были представлены суду и налогоплательщику на обозрение, и судьи сделали вывод, что на самом деле не существует такого понятия и вида нового как предпроверочный анализ в налоговом кодексе, поэтому требовать представления документов в рамках некого нового налогового контроля, который не закреплен в налоговом кодексе, нет никаких оснований. То есть на самом деле есть определенная подмена, истребует не документы в отношении какой-то конкретной сделки, а просто сбор информации в отношении налогоплательщика за три года, то есть это действительно уже полноценная проверка. Какие документы истребовать можно, какие нет, тоже есть вопрос очень интересный, потому что судебная практика достаточно разношерстная, но в большинстве своем судей практически во всех округах приходят к выводу о том, что практически все документы можно требовать, ему много что обязаны представлять. Если в двух словах вот как раз достаточно свежий судебный акт, посмотрите, пожалуйста, где положительно для нас для налогоплательщиков. Судьи отметили, что если у налогоплательщиков фактически данные документы, которые требуют налогового органа, не могут быть в силу того, что эти документы могут быть только у его контрагента, например, путевые листы, сменные рапорты работников спецтехники, потому что у нас компания проверяемая выступала заказчиком услуг, то есть у этих документов, у проверяемого налогоплательщика быть не могло, но тем не менее в ходе налоговой проверки такие требования, конечно, встречаются. Здесь в данном случае акт выполненных работ уже необходим как документ, подтверждающий в том числе факт выполнения работы. Акт был выполненных работ представлен, но тем не менее налоговые органы посчитают, что это недостаточно. Хотелось бы прощупать более, наверное, да, естественно, реальные сделки прощупывали, если соответствующие путевые листы и сменные рапорты, на что суд сказал, что извините, истребование этих документов, оно является необоснованным. Как раз аналогичная позиция тоже совсем недавно, в октябре, тоже была поддержана арбитражными судами Волговятского округа. Что касается топ-претензий, тоже с чем пришлось нам с вами столкнуться, в том числе и в 2020 году, очень часто бизнес жалуется, что якобы осуществляются проверки чужими инспекциями, там, где стоит компания на налоговом учете. В первую очередь хочу сделать важный акцент. Здесь нельзя путать, например, истребования документов чужой инспекции. То есть определенный порядок, который установлен в статье 93 Прим. Налогового кодекса, закреплено, что если проверяется мой контрагент, то соответствующая инспекция, где стоит на учете мой контрагент, направляет моей инспекции поручение об истребовании реальных документов и информации на основании данного поручения. Моя уже инспекция выставляет мне требования. Сколько было споров связано с тем, что есть необходимость прикладывать это поручение налогоплательщику или нет? Да, естественно, конечно, для того, чтобы выяснить, не лукавит ли мой налоговый инспектор, когда требует документы, не просит ли представить больший объем, чем указан в поручении об истребовании документов. Лучше, конечно, все документы проверять истребовать, но, тем не менее, есть судебная практика, в которой, например, в частности указано, что отсутствие поручения об истребовании документов не является основанием для непредставления налогоплательщикам документов. Но, тем не менее, попросить представить копию данного поручения, конечно, можно. В данном случае нельзя говорить о том, что идет какая-то проверка чужой инспекции. Здесь нет проверки, здесь истребуют документы в отношении контрагентов в рамках мероприятия налогового контроля. Здесь абсолютно все законно. К сожалению, бизнес начинает очень жаловаться на то, что действительно инициируются якобы выездные проверки чужими инспекциями, как выездные, так и камеральные проверки. Данный вопрос, кстати, был поднят и задавали представителям Федеральной налоговой службы на очередном налоговом форуме в текущем году до 6 ноября, что, конечно, представители ФНС возразили, что это в принципе быть не может. И если были такие факты, обращайтесь непосредственно в ФНС и будем разбираться, почему так незаконно действуют налоговые инспектора. И тем не менее, да, действительно есть определенные запросы, назначают якобы выездную налоговую проверку. Кстати, очень часто бизнес жалуется, когда говорит о том, что проводят допросы чужие инспекторы и пугают выездную налоговую проверку. Проводить такие мероприятия, а вопрос и допросы – это тоже в рамках действующего налогового законодательства, но назначать выездную либо камеральную проверку, конечно, они не могут. Говорит о том, что таких фактов нет. Конечно, язык не поворачивается, что фантазирует якобы бизнес. Я могу привести просто постановление арбитражного суда Западно-Сибирского округа с сентября 2020 года, где как раз обжаловали моменты, связанные с истребованием документов и назначение камеральной налоговой проверки чужой инспекции. Но здесь, конечно, немножко такое упущение было, возможно, со стороны налогоплательщиков не довели дело до конца, не стали обжаловать именно назначение и проведение камеральной налоговой проверки чужой инспекции. Хотя в данном деле акцент свой важный. Судьи сделали, они сказали, что истребовать документы могут при соблюдении положения 93 Прим. Налогового кодекса, но проводить камеральную налоговую проверку, конечно, нет, не могли. Поэтому в данной незаконной деятельности нужно было обжаловать вышестоящий налоговый орган в судебном порядке. Далее, что касается выемки. Очень часто это, конечно, опросы, допросы, выемки являются неотъемлемой частью выездного налогового контроля. Так вот, если выездная налоговая проверка проводится у одной компании, а выемку проводят в другой, как заявил нам непосредственно Верховный суд в ноябре текущего года, это вполне возможно и вполне себе даже законно. В данном случае, конечно, нужно конкретно смотреть, если выемка проводится в подконтрольной компании, в взаимозависимой компании, то тогда это возможно, если идет сокрытие документов, которые необходимы для проведения налогового контроля. Вот эти нюансы, конечно, тоже нужно учитывать. Иногда бывает так, что выемку проводят ошибочно в одной компании, а соответствующие получения на другую. Здесь, конечно, тоже нужно все ловить, обжаловать и следить за соблюдением законодательства в ходе как допросов, так и выемки. Потому что очень действительно очень важные моменты. Когда особенно называют на допрос, я просто вас призываю обязательно либо консультируйтесь с юристами-адвокатами о том, как себя правильно вести, а лучше непосредственно сопровождение юридическое. Как помните, у нас налогового органа одно время даже выпустили знаменитое письмо, где указали, что одним из признаков фирмы «Однодневки» является сопровождение руководителей компании юристом. Очень быстро это письмо аннулировали и потом даже выпустили в текущем году о том, что, конечно, можно для соблюдения прав защиты привлекать и даже нужно привлекать в частности юристов. Поэтому, конечно же, очень много нарушений, есть определенные моменты давления в ходе допросов, они могут дляться достаточно длительно, задаваться одни и те же вопросы кругами. Поэтому я, конечно, от души подружески вам советую вместе с юристом ходить на допросы, чтобы облегчить в том числе и себе не делать ошибки, перечитывать протокол, не подписывать их вслепую, потому что пишут иногда то, что совсем руководитель не говорил. Дальше следующие боли связаны с подложными декларациями. С чем мы с вами и столкнулись? В 2020 году с тем, что это как компании на общей системе налогообложения, так и на упрощенке. Вдруг кто-то за них, мошенники, представляли налоговые декларации по НДС, либо обнуление шло, либо действительно сумму купать, особенно для упрощенцев тоже интересная была история, потому что как здесь быть. Налоговые органы говорили, подавайте уточненку, они говорят, да вроде тогда факт подачи НДС, но здесь не совсем красивая картина, иногда кто-то даже риск слететь с упрощенки возникал, слетались, исходя из превышения по оборотам. Действительно, проблема, она есть, проблему тоже мы очень часто обсуждаем с представителями Федеральной налоговой службы, в частности и с московскими представителями налоговых органов, тоже задавали этот вопрос, и надеюсь, что в скором времени как-то это разрешится, и будет определенная помощь для налогоплательщиков. Но, как видите сейчас на экране, хотя бы первые основные шаги, которые нужно сделать, когда выявляется факт, что за вашу компанию кто-то представляет налоговую декларацию. В первую очередь в инспекции выяснить, какой удостоверяющий центр выпустил ЭЦП, да, кто является издателем ЭЦП, данные квитанции приема декларации в налоговом органе также узнать. Возможно, бывает так, что и на бумажном носителе представляют доверенности на подписание, если это электронные подпись, соответствующие, кто выпускал эту подпись, представить информацию о том, что руководители компании непосредственно никакие новые ключи ЭЦП не выпускал, то есть это фиктивные ЭЦП, с требованием отозвать сертификат, да, и запретить вообще издание нового личного без присутствия директора. Сейчас, как мы знаем, что есть определенные моменты, связанные с тем, что у нас федеральная налоговая служба будет курировать эти моменты, связанные с ЭЦП, но будем надеяться, что наши дела будут обстоять в этой части с подложенными декларациями поучше. Желательно обращаться, исходя из судебной практики, в правоохранительные органы. Почему? Потому что необходимо подавать заявление на факт определенного мошенничества, в том числе о том, что кто-то, непосредственно мошенники, подают декларации и нарушают права налогоплательщики с определенными признаками преступления. Обратиться в налоговый орган дали заявление об аннулировании подложной налоговой декларации. Это тоже определенная боль, проблема, потому что налоговые инспекторы на местах, они говорят о том, что мы не можем аннулировать, по той причине, что это просто программно не предусмотрено, подавать уточненную налоговую декларацию. Но всегда ли это выгодно, здесь тоже нужно, конечно, смотреть и взвешивать. Дальше можно, конечно, еще попробовать отозвать ошибочную налоговую декларацию к НДС, судебных практик тоже вы увидите. Поэтому, как определенные рекомендации, первые шаги, которые необходимы все-таки для того, чтобы установить свои права, вот как раз вы увидите на слайде, на презентации. Дальше, что касается жизни нас, налогоплательщиков, конечно, очень часто многих налогоплательщиков затрагивают моменты, связанные с репутацией непосредственно, да, с тем, что налоговые органы пишут в различных требованиях, в актах, в решениях, нашим контрагентам о том, что компания «Уромашка», руководителем, допустим, которой я являюсь, является неблагонадежным в налоговом плане, и вести с ней постематическую деятельность очень опасно. Есть единичные попытки оспаривания со стороны налогоплательщиков, таких вот высказываний, определенные претензии, взыскивают убытки, потому что если контракт договора сторгается на основании вот таких вот описаний, да, и деловая репутация все-таки затрагивается, не несутся определенные убытки, если рассчитать их, непосредственно обращаются в суды, о взыскании упущенной, в том числе, выгоды со стороны налоговых органов изыскать вот этот причиненный ущерб таким высказыванием, пока, к сожалению, судебная практика не такая, как хотелось бы ее видеть нам, то есть на суды не видят очень часто причинно-следственные связи, утраты договорных отношений, да, в связи с тем, что якобы налоговый орган просто предполагает, а не явно говорит о том, что вы проблемные компании, но, тем не менее, такие факты есть. Так вот, сейчас вы видите на экране очень интересное судебное дело, где как раз компании в рамках выездной налоговой проверки отказали непосредственной вычете по НДС и крупные суммы, и штраф аж 40%, то есть якобы с умыслом, и неуплата налогов была по вине контрагента. Да, налогоплательщик, конечно же, мягко говоря, опечалился, решил наказать такого недобросовестного контрагента, обратился в налоговый орган для того, чтобы инициировали выездную проверку, в отношении контрагента нерасправедливость, да, сказал налогоплательщик, на что налоговые органы возродили, сказали, что мы не обязаны по вашим хотениям проводить проверки какого-либо юридического лица, да, мы сами определяем, кого проверять, кого нет. Налогоплательщик обратился в суд, но пока, как мы видим, две инстанции, первая апелляция прошла в ноябре 2020 года, возможно, будет, конечно, и касаться, тем не менее суды в один голос сказали, что нет никаких вот таких вот оснований для того, чтобы назначать выездной налоговый контроль, не увидели. Вот такие моменты, интересные судебные дела встречаются у нас. Но самый момент важный, на мой взгляд, он связан с чем? С тем, что есть действительно основная важная статья, которую мы используем очень часто, допустим, в спорах, используют налоговый орган. Это известная статья 54 Прим Налогового кодекса. Именно статья связана с необоснованной налоговой выгодой. Как раз вот 6 ноября на Всероссийской налоговом форуме зам ФНС Электро Бациев озвучил то, что по состоянию на 6 ноября 862 проверки проведено с применением статьи 54 Прим. Вот так вот доскональный подсчет ведется. Почему? Потому что данная статья под особым контролем у ФНС. Трехступенчатый контроль. Если инспекция территориальная решила, они просто обязаны в своих актах и решениях на сегодняшний день применять данную статью, поиск, получение обоснованной налоговой выгоды, умысла, отсутствие деловой цели, реальность, непроявление коммерческой осмотрительности. Это те моменты, с которыми мы с вами сталкиваемся очень часто, как в рамках камеральных, так и в рамках выездного налогового контроля. И действительно все под контролем, потому что любая территориальная инспекция согласовывает свои позиции с ФНС, с ФНС федеральной, то есть федеральные налоговые службы, единая точка зрения о том, как нужно применять данную статью. Как раз у нас свод судебной практики, буквально на днях уже есть определенные проекты о том, как налоговый инспекторат должны применять статью 54.1 с учетом судебной практики. Ну, в скором времени данная информация уже будет, есть определенные изменения, о которых мы тоже сегодня поговорим. Итак, 54 прим, действительно, она считается самая спорная статья, спорная в плане, наверное, о том, как правильно ее читать. Это первый момент, а второй, она, то есть вот эта статья, она наиболее оспариваемая по решениям, которые выносят налоговую органу. То есть, смотрите, из 862 проверок 683 из них, то есть 683 решения было оспорено, это 80% оспорено налогоплательщиками. Итог таких обжалований в судебном порядке, мягко говоря, не радует, потому что полностью отменили решение, где была упомянута статья 54 прим, лишь только в 24 случаях, это 35%, в 44 случаях частично отменили решение, это 6,4. Поэтому, как мы видим, и делаем выводы какие, лучше, конечно, не доводить дело до выездного контроля, чтобы не давать порадоваться налоговым инспекторам успехом, в том числе судебных процессов, а самостоятельно заранее выявлять те налоговые риски, что возможно подкорректировать, чтобы не накликать выездную налоговую проверку и не дать доначислить. Доначисление очень серьезное, кстати, у нас московская налоговая служба, налоговые органы, они даже по результатам 9 месяцев текущего года на 28% больше доначисления по результатам выездных налоговых проверок, чем за аналогичный период 2019 года. Даже мораторий здесь как-то не скорректировал на выездные налоговые проверки, то есть вот есть чем гордиться. Так вот, наша с вами основная цель – знать основные моменты, как и что проверять налоговые инспекторы и взглянуть именно глазами инспекторов и судей на статью 54 Прим. Основные три постулата, о которых мы очень часто с вами говорим, когда встречаемся, всегда в сделках ищут умысел внеуплате налогов. Дальше, если нет умысла внеуплате налогов, умысел завязан на том, что действительно умышленные искажения налоговой базы, направленные на что, конечно, на занижение налоговых обязанностей, уменьшение налоговой базы, уменьшение расходов, на завышение соответствующих, увеличение расходов, извините, увеличение налоговых вычетов путем включения, допустим, спорных каких-то вот контрагентов, которые на самом деле являются фирмами-однодневками, да, и посредниками, то есть выстраивание определенной цепочки сделок, когда можно было по факту вообще просто эти компании вычеркнуть, и они включаются в эту цепочку между прямым, допустим, импортером, либо прямым поставщиком и налогоплательщиком исключительно для того, чтобы сыграть на увеличение торговой наценки и завысить расходы и налоговые вычеты, тем самым исказить налоговую базу. Причем это сделано очень часто умышленно, как считают судьи и налоговые органы. Умысел у нас прописан в статье 110, в частности, как раз говорит о том, что конкретные физические лица, они действительно знали противоправности своих действий и желали наступления негативных действий, в данном случае для бюджета. Раз это конкретное физическое лицо, то, конечно же, в актах о решениях налоговых инспекторов обязательно стараются указать, кто конкретно виноват. В данном случае, то, что вы видите сейчас на экране, это учредитель, руководитель общества, фиктивное дробление, история связанная с фиктивным дроблением. И инспектора указали, что именно учредители и руководители компании, они действительно разработали такую незаконную схему. Единственная цель получения налоговой выгоды, раздробили бизнес на несколько компаний на спецрежимы для того, чтобы не платить МДС и прибыль на общее системе налогообложения. Они понимали, что бюджет пострадает, но тем не менее их это, скажем так, интересовало меньше всего. Главное, это действительно умышленное получение необоснованной налоговой выгоды. Если конкретное лицо не упомянуто, очень часто, конечно, здесь возникают споры. Вообще, если умысел в неуплате налогов, кто конкретно замешан в этом, конечно же, судья обращают детальное внимание, как оформлен в частности акты решения, оспариваемые решения. Что касается с умыслом, здесь тоже как раз есть интересные судебные кейсы, посмотрите, пожалуйста. Как раз я напоминаю, что если есть умысел в неуплате налогов, страдает сама компания, потому что 40% штрафа за неуплаченную сумму налогов по части 3 ст. 122 Налогового кодекса. В частности, за счет того, что вычисляются фиктивные сделки о том, что в реальности контрагенты реально не могли поставить товары, выполнять работу, оказывать услуги, потому что они товары никогда не закупали, у них нет соответствующих работников, нет ресурсов, машин и так далее. Все существовало только на бумаге, в реальности ничего. Причем очень часто при выемках находят интересные документы, где как раз сами налогоплательщики описывают, вернется, допустим, в двойной бухгалтерский учет, черная бухгалтерия, ведутся записки о том, что если мы будем платить все сполна, то тогда налоговое время будет такое. Как-то не очень красиво, поэтому если применить вот такую-то схему, то тогда выгода налоговая будет вот такая. И, соответственно, если придет дальше следующая графа, если придет налоговый инспектор, тогда будут вот такие-то доначисления. Конечно же, в любом шаге здравые подходы взвесить все риски бы еще. Здесь как раз вот в данном деле, который по Уральскому округу взвесили, сказали, что 40% штрафа будет. Когда дело рассматривалось в суде, в частности, говорили, ребята, что же вы обжалуете решение против 40% штрафа, ведь факты умышленной неуплаты налогов доказаны, и более того, вы сами в тетрадочке все красиво это прописали. Далее, что касается у нас моментов, связанных с уменьшением штрафа, да, уменьшать штраф возможно, в том числе в судебном процессе. В частности, можно уменьшить штраф, даже когда есть умысел в неуплате налогов. И здесь очень интересный момент, что если в судебном процессе налоговому инспектору не удастся налоговому юристу доказать то, что действительно есть умысел в неуплате налогов, это никак не следует из решения налогового органа, нет соответствующих доказательств, и поэтому применять штраф 40% абсолютно необоснованно. Здесь судьи, они не вправе переквалифицировать налоговое правонарушение, то есть штраф 40% перевести в штраф 20%. То есть все-таки есть нарушения, да, штраф вроде как бы должен быть, но права переквалифицировать нет, поэтому штраф снимается весь. Есть факты, когда штраф снимается хотя бы частично, эти судебные кейсы тоже вы видите. Что касается моментов, связанных с тем, что если нет на самом деле умысла, какие основные платы еще ищут, это то, что если деловая, если нет умысла, дальше нужно понимать, что по каждой сделке нужно стремиться доказать наличие здоровой предпринимательской деловой цели, что не единственная цель была экономия на налогах, а была самая главная следующая деловая цель. И дальше доказывать наличие реальности дел. Действительно, сторона, мой контрагент, либо он самостоятельный, либо с привлечением третьей стороны, они физически и фактически могли выполнить обязательства договорные, потому что есть соответствующие глинифицированные работники, есть соответствующий ресурс, абсолютно есть все, и в реальности отражали в учете движение товара и так далее, все это есть абсолютно. Вот, и есть основные такие вот постулаты, то, что, допустим, вписание документов к неуполномоченным лицам, неисполнение контрагентов налоговых обязательств сами по себе не свидетельствуют о том, что получена необоснованная налоговая выгода налогоплательщикам. Так вот, что касается реальности сделки. Смотрите, конечно, реальные сделки и умысел будут искаты не только в рамках выездного налогового контроля, но и в рамках еще камеральной налоговой проверки. Как вы сейчас видите на экране, как раз по результатам камеральной налоговой проверки декларации по МДС, значительно аж 2 миллиона рублей, и как раз было доказано, что все существовало только на бумаге, фиктивные документы оборот, на самом деле налогоплательщик сам своими силами выполнял все работы. А так, компания, которые заявлены в качестве контрагента, на самом деле она не самостоятельно, она фактически не может самостоятельно нести поднимательские деятели. Причем все денежные средства в данном деле, практически 94%, все денежные средства поступали от самого налогоплательщика на расчетный счет. И тем более, что если есть факты возврата денежных средств самого налогоплательщика, это очень быстро вычисляется, конечно же, доказывают в том числе и могли в данном деле еще повезло, 20% штрафа, а не 40%, то есть заказать и то, что умышленно действительно завышались расходы и налоговые вычеты. На сегодняшний день недаром я вам сказала про сущностные компании, конечно, ищут и непосредственно, кто является выгодоприобретателем. Когда раскручивается вот эта вот вся цепочка, мы привыкли как-то очень часто претензии связаны непосредственно с поставщиками. Вы сейчас видите на экране, когда претензии были связаны именно с покупателями, потому что, по мнению налоговых органов, в виде начисления прибыли инвестиций и штрафа 227 миллионов рублей, с тем, что на самом деле, если по конечному покупателю отражать доходы, то ах, какая большая сумма была, а если между конечным покупателем целый ряд, цепочку выстроить фирм, причем подконтрольных, тем самым можно снизить свои налоговые обязательства. Так вот, здесь два круга рассмотрения, и здесь моменты были какие интересные, то, что отслеживалось, кому вот эта компания-прокладка принадлежит, да, и было доказано, что поставщики проверяемые налогоплательщики входили в одну группу компаний, не являются взаимозависимыми, были добыты доказательства того, что поставщик непосредственно знал о покупателе вот этой прокладки, непосредственно велись взаимоотношения, переписки и так далее, было признано, что налогоплательщик проверяемый, но на самом деле выстрелил все это умышленно, вот эту всю цепочку, и покупатель прокладка является подконтрольный непосредственно самому налогоплательщику, поэтому следы начисления абсолютно законные и обоснованные посчитал налоговая инспекция и непосредственно суд. Кстати, если следы, то что закупка превышает реализацию, здесь налоговые органы тоже могут заинтересоваться, если нет остатков на складах, ведь проводится еще инвентаризация, тем более если компания на упрощенке, так как видите сейчас на экране, конечно, есть риск слететь с нее и получить до начисления по прибыли НДС, перейти на общую систему налогообложения, потому что будут явные следы, что скрывается выручка, причем это умышленно для того, чтобы применять спецрежим. Что касается технических компаний, выгодоприобретателей, тоже очень много интересных кейсов. В моей презентации, которую вы тоже все получите, пожалуйста, можете подробно все посмотреть, я просто сделаю основные акценты. В данном случае, когда проверяли налогоплательщика, выявили о том, что действительно работы фактически не выполнялись, был только формальный документ оборот, перегоняли денежные средства для того, чтобы опять же расходы завысить и вычеты тоже, до начисления прибыли НДС, вся эта схема была вычтена, то, что компания контрагентов, на самом деле компания техничка, причем она контрольная, подконтрольная и карманная для проверяемого налогоплательщика, была необходима вся эта схема только для того, чтобы сэкономить на налогах. Никакой предпринимательской цели здравой не было, поэтому, конечно же, нарушение положения 54 ПИМ налицо. Причем здесь надо отдать должное, здесь инспектора еще применили статью 31 налогового кодекса расчетным методом, то есть они все-таки реальные расходы, которые понес налогоплательщик, то есть контрагент, который нес реальные расходы, они признали как расходы самого налогоплательщика, их учли. Технический контрагент тоже очень часто вычисляется, особенно что касается стройки, это отдельная тема большая для разговора, что касается претензий для строительного бизнеса, есть проверка и членство контрагентов в СРО, действительно есть соответствующие профессионалы, уставный капитал отслеживает, вплоть до уплаты членских взносов, страхования гражданской ответственности и так далее. Тоже вот эти вот моменты, есть даже постройки, очень часто на практике доказываем реальность, допустим, того же самого субподрядчика, то, что он выполнял соответствующие работы пропуска на конкретный строительный объект, а что делать приходится доказывать. Идем дальше, по реальности сделки, что касается непосредственно опять же истории СНДС, здесь как раз проверяем компании и контрагенцию подрядчиков, здесь ставили под сомнение реальности сделки, я просто вас призываю, на самом деле, когда получаете решение, нужно досконально его изучать, смотреть, ознакомливаться с материалами проверки, потому что те же самые допросы контрагентов, руководителей контрагентов третьих лиц, есть и положительные для налогоплательщика, и их можно использовать в качестве доказательства своей невиновности. В данном деле тоже интересная ситуация произошла, налоговая инспекция сказала о том, что на самом деле твое контрагентство подрядчик не мог выполнять с работы по той простой причине, что он не мог вести реально воспринимать свою деятельность, потому что не было затрат соответствующих на аренду, на бумагу, на свет, на электричество, коммунальные какие-то расходы, на приобретение каких-либо товаров, связанных с выполнением его деятельности, щебень, бетон, песок, цемент и так далее. Ну, если они проверили один расчетный счет и сделали такой вывод, на что налогоплательщик возразил. Извините, а что же вы не посмотрели, что контрагент еще второй расчетный счет был? Именно там все необходимые движения были. То есть реальные сделки она есть, и реально подрядчик мог выполнить свои обязательства по договору, поэтому ваши требования абсолютно незаконны. Истории, связанные с дроблением бизнеса, тоже требуют отдельного внимания, потому что, конечно же, под большим таким вот вниманием для налогового органа под прицелом находится деление бизнеса. Априори, особенно что касается компаний, группы компаний на упрощенной системе налогообложения, да, конечно, считается, что возможно, здесь умышленно идет дробление бизнеса с целью не применять общую систему налогообложения. На самом деле это один живой организм. Так вот, хочу сказать, что на самом деле разделение бизнеса, здравость, наличие предпринимательской деятельности возможно, это доказывает и судебная практика. Претензии, возможно, страны налогового органа, но тем не менее в суде удается отстоять, что если есть деловая цель, сделки построения бизнеса, и, допустим, есть ли действительно еще раздельный вид деятельности, отвечающий свои персоналы, самостоятельные, абсолютные компании, могут существовать друг без друга. Нет, скажем так, вот перераспределения выручки соответствующие, здесь даже одинаковые взаимозависимости и одинаковые спецрежимы, на самом деле абсолютно законные, и нет ничего, скажем так, нарушающего действующего налогового законодательства. Дорабление со знаком минус тоже в судебной практике очень много, в данном случае касается, подбирается ведь не только к упрощенцам, но и спецрежимникам, ну здесь уже можно говорить, что это только упрощенцам СИНВД, как-то им пришлось распрощаться. Компании на общей системе налогообложения, когда распределяют выручку для того, чтобы снизить свое налоговое бремя на своих подконтрольных компаний, вот такая вот структура строится, тоже быстро достаточно вычисляется, вычисляется по движению товаров, перераспределение о том, что фактически компании B и индивидуальный предприниматель, как в данном примере, они не могут вести предпринимательскую деятельность, они полностью зависят от самой компании, от проверяемого налогоплательщика, и тем более все денежные средства очень часто поступали в движение по счетам от этих компаний непосредственно самому юридическому лицу, которое подверглось ввязанной налоговой проверке. То есть это определенная схема, единственная ее цель была какая? Конечно же экономия на налогах. Реально предпринимательской цели на самом деле никакой не было. И в подарок чек-лист о том, как делать нельзя, какие признаки искусственного дробления вычисляются на ура, и непосредственно их нужно, конечно же, избегать. Что касается моментов, вот тоже очень интересно, сейчас вот в юридическом сообществе, в бизнес-сообществе обсуждаются моменты. Своего руководителя он очень часто еще является учредителем. Увольняем, оформляет он ИПС, получает такс индивидуальный предприниматель, заключаем гражданскоправовый договор на управление. И, соответственно, здесь очень хорошие моменты экономии на зарплатных налогах. Опять же, обеление денежных средств, которые есть у собственника, потому что нужно понимать, что налоговые органы движутся в сторону, отслеживать не только доходные, но еще и расходные части, в том числе и физических лиц, откуда деньги, если зарплата 3 копейки, да, есть определенные имущества. Так вот, как раз, ребята, оптимизаторы очень часто начинают в эту штуку. Ну, вот такую схему можно построить. Что здесь нужно сказать? Если есть реальный, действительно экономический эффект от такого построения, как нам подтверждает судебная практика, которую видите сейчас на экране, если есть экономический эффект, то есть деловая цель, больше денег получает и компания, когда ее возглавляет и управляющий, и сам управляющий тоже, извините, не на зарплате сидит, а уже и зависит от объема выполненных работ, его определенного вознаграждения, в принципе, это возможно, есть деловая цель. Есть еще, я хочу вас предупредить, что есть еще отрицательная практика. Почему? Потому что наличие только лишь экономического эффекта для сторон договора по управлению, то есть для ИП и для непосредственно для самого юридического лица, здесь, что хочется сказать, здесь важно еще, как оформляются договорные отношения. Как вы видите, сейчас в кейсе здесь, ну, вот так составили договор, что он явно является трудовым, а уж никак не гражданство правовым. За что зацепился непосредственно суд, в январе будет апелляция по этому делу, посмотрим, как дело пойдет дальше, но тем не менее, судья сказали, что мы считаем трудовые отношения, исходя из того, как составлен у вас договор. Дальше, что касается следующих моментов с нашими, скажем так, налоговыми обязательствами, чем ознаменовался в том числе и 20-й год. Понятие налоговой реконструкции существует достаточно давно, но в связи с тем, что налоговые органы считают, что как появилось 54 прим, это новая эпоха, вообще, да, у нас в сфере налоговых спорок, видимо, что то, что раньше наработано было, исходя из постановления 53-го, то, видимо, вышло в арбитражного судане, обоснованное налоговое выгодит уже в прошлом. На самом деле это не так, и уже и судьи в один голос говорят о своих актах решениях 2020 года, очень часто упоминают то же самое постановление 53-е вместе с положением статьи 54 прим. В чем суть? Очень часто на практике до сих пор налогоплательщики представляют налоговому органу документы по контрагентам, которые реально не выполняли договорные обязательства. Реально выполнял кто-то другой, а вот документы представили по таким красивым контрагентам, если вычисляется факт, что в реальности эти контрагенты не могли оказать услуги, выполнить работу, поставить товар, в силу того, что они вообще-то, что здесь самостоятельно не идут, там полтора человека и больше никого нет, они не закупали никогда товар, то что же они себе продавали, если они его никогда не закупали, то в этом даже случае можно говорить о налоговой реконструкции, то есть учитывать расходы, реально понесенные по приобретению даже товаров у третьих лиц, а не у тех контрагентов, по которым заявил налогоплательщик. Но здесь есть очень такие скользкие моменты, потому что по налоговой реконструкции, конечно, да, вот сейчас видите, есть положительная судебная практика, где, говорят, нужны расходы учитывать, даже вычеты по НДС, но также есть еще отрицательная судебная практика, тоже достаточно свежая, когда судьи говорили о чем? О том, что контрагенты не имели соответствующих ресурсов, формальный документ и оборот, и вообще вы не доказали, что даже если товар приобретали у третьих лиц, что это третье лицо не подтвердило этот факт, то, что поставляли вам товары, не отражали в учете и так далее. На самом деле для налоговой реконструкции, как раз с учетом обновленной позиции Федеральной налоговой службы, как будут относиться, в том числе налоговые органы, я думаю, что и судьи. Реальные сделки, если есть, тогда можно говорить о налоговой реконструкции. Дальше, если есть реальный поставщик, реально кто поставил товар, допустим, то по полной налоговой реконструкции, по налоговым вычетам и по расходам можно говорить, если вот этот реальный поставщик подтвердил еще желательно все это документально и отразил суммы соответствующие. Если не может налогоплательщик подтвердить, что третье конкретное лицо реально поставило товар, то тогда отказ вычета по НДС однозначен, ну и можно претендовать на расходы по прибыли с применением 31 статьи Налогового кодекса расчетным путем. Если реальности сделки не было, то здесь вообще не о чем как бы и говорить. Следующий момент, это момент тоже очень важный, связанный с осмотрительностью в практике. Это так называемая должная или коммерческая осмотрительность при выборе контрагента. То, что вы видите сейчас на экране, проверяли налогоплательщика и сказали, что, знаешь, твой прямой контрагент, он в принципе ничего себе так хороший, но вот предыдущие его контрагенты, те же самые, допустим, поставщики, они, извините, являются неблагонадежными по тому основанию, что там тот, понимаете, здесь реально не ведет. Они являются первыми с признаками фирмы-однодневки и не создали, скажем так, ту корзину для возмещения НДС, не создали, да, то есть этот вот соответствующий резерв, поэтому все твои вычеты, претендовать на вычеты по НДС ты не можешь. То есть проблемность контрагента второго и десятого звена. Здесь о чем нужно говорить? О том, что если контрагенты второго и третьего, десятого звеньем не подконтрольны взаимозависимость либо аффилированность, и это доказано налоговым органам, тогда, да, можно говорить о правомерности решения налогового органа. Но если не опровергнута деловая цель есть, что компания налогоплательщика заводом-поставщиком заключила, действительно, реальность товара была, то есть реальные сделки и так далее, и реальный завод-поставщик, ведущий принимать эту деятельность, тогда предполагается, что действительно я не могла знать, да и не должна была знать о порочности контрагента второго, третьего и десятого звена. Вот такие вот моменты, они как раз и есть. Очень известное дело ЗАУ СПТБ «Звездочка» тоже есть кейс, посмотрите, пожалуйста, дорогие коллеги, здесь как раз исследуется момент, в каком объеме действительно нужно доказывать проявление должной осмотрительности в том числе, да, необходимо исследовать, есть ли источник вычета, реальность исполнения сделки, осмотрительность компании, в этот момент основные акценты я поминовала. Здесь важно как раз именно по контрагенту второго и третьего звена в продолжении разговора, да, согласованность действий, выяснять, мог ли налогоплательщик знать о налоговой порочности контрагента второго и десятого звена. Если не мог, тогда о чем разговор. Осмотрительность 20-21 года, как раз вот в январе тоже будет второе заседание, очень интересное судебное дело, компания Техноснаб, здесь как раз и будут выяснять, выясняются вопросы, какую, в каком объеме нужно проявлять эту коммерческую осмотрительность по конкретным сделкам. Это типичная сделка, да, такая средняя, обычная для налогоплательщика, то какие-то неимоверные мероприятия по проверке контрагентства проверять не нужно. Проявлять эту коммерческую осмотрительность если это особая сделка, особенно связанная с приобретением тактила, более крупная, здесь, конечно, побольше. Вообще, хочу просто сказать, когда задают вопрос, а что нужно сделать по должной осмотрительности, но сбор документов в отношении регистрации, свидетельств и данной ЮГРЛ, ну, это ни о чем, потому что никто не оспаривает факты регистрации юрлица. Оспаривается момент, мог ли в реальности выполнить те или иные услуги, да, поставить товар, выполнить работу в силу того, что идет реально поднимательскую деятельность. Вот о чем речь, конечно. И я еще хочу вам привести пример, как раз по должной осмотрительности при выборе контрагента. Посмотрите, пожалуйста, определение судебной коллегии в мае 2020 год. Замечательные слова, когда здесь как раз и делается замечательный, правильный вывод. О том, что вступление компании в отношении с контрагентом, который обладает экономическими ресурсами, достаточным для исполнения сделки самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц, то, что представление контрагентом бухгалтерской налоговой отчетности, отражающей все эти ресурсы, дает разумно полагать, что налогоплательщик проявил это, он не мог вообще сомневаться в благонадежности самого контрагента. И выбор контрагента, то есть отвечает условиям делового оборота, пока иное не будет доказано налоговым органам. Вот как раз вот такие вот моменты есть. Но я как раз вам говорила о том, что есть 54 прем налогового кодекса и письмо, исходя из обзора, готовится налоговыми инспекторами. Как раз вот определенные выжимки, вы можете с ними ознакомиться. Много чего знакомого нам, да, именно выяснение, был ли факт экономии сделки, экономии на налогах, либо была какая-то деловая цель, факт притворности, мнимости сделки, мнимости, когда вообще не существовало только на бумаге, если утрированно говорить, притворный, когда одна сделка прикрывается другой, для того, чтобы сэкономить на налогах. Так вот, основной момент, что не понравилось в подходе налоговых органов, то, что мы как-то привыкли, что именно инспекция должна доказывать проблемность контрагента. Доказать, что проблемный. Почему? Так вот, исходя из новых объяснений, считается, что именно компания должна доказать о том, что не знала о порочности контрагента. Ну, честно говоря, на практике и так приходится доказывать, что и сама компания, да и все контрагенты, особенно контрагенты ближайшие, они являются благонадежными. Много действительно вопросов, основные, что касается налогового контроля, хочется отсветить. Основные важные акценции я постаралась расставить. И еще основная вот такая вот проблема, которая и тревожит у меня, то, что за налоговые долги компании отвечают конкретные физические лица. Если говорить о субсидиарной ответственности, то как раз здесь КДЛом, контролирующим должника лицом, может быть признанный учредитель и руководитель, и бухгалтер компании, и лицо, которое чисто юридически нигде не числится, как якобы иметь какое-то отношение к этой компании, но непосредственно дает свои какие-то распоряжения, неупростоятельные, которые исполняются, и все это связано с тем, что ведется экономия, незаконное, скажем, строение бизнеса, что привело, допустим, к банкротству компании, невозможность рассчитаться перед ПНС. Вот эти моменты, конечно, они есть на сегодняшний день. Есть кейсы, когда придираются главным бухгалтерам, очень интересные, когда КДЛ признается, когда главный бухгалтер признается КДЛ, когда главный бухгалтер КДЛ не признается, и все это подводится к сутиярной ответственности. Есть очень много судебной практики, когда привлекаются уголовные ответственности за неуплату налогов, в частности, по соответствию 99-й УК РФ. Если даже уголовную ответственность снимают по амнистии, по нереабилитирующим основаниям, есть возможность у налоговых органов подать иск обзыскание, допустим, ущерба, причиненного в бюджет, в отношении того же физического лица, в отношении которого возбуждалось уголовное дело. Истории тоже очень много. Все это к чему? К тому, что действительно на сегодняшний день очень важно учитывать налоговые риски. Нельзя недооценивать. Да, все понятно абсолютно, что в наше время хотелось бы сэкономить любую копеечку, но экономить, тем более агрессивная экономия на налогах, она может, к сожалению, обернуться тем, что и колоссальные доначисления повезут налоговые проверки, которые могут донести, в том числе, и до банкротства. И в любом случае налоговые долги компании никто просто так их не отдаст и будут взыскивать в рамках субсидиарной ответственности, в рамках уголовной ответственности, в случае, взыскивать ущерб причиненного бюджета. Поэтому все в наших руках. Я к чему призываю? Все души по дружески о том, что выделяйте время, проверяйте, есть ли соответствующие документы, подтверждающие расходы, что у нас есть касается деловой цели, есть ли подтверждение по коммерческой, в том числе, осмотрительности, правильность оформления договорных отношений, чтобы невозможно их было переквалифицировать, в том числе, что в реальности, конечно, происходит, тоже имеет большое значение. Поэтому, конечно же, либо своими силами, либо привлечением профессионалов, пожалуйста, выявляйте заранее, до того, как заинтересуется налоговый инспектор, свои рисковые зоны налоговые и минимизируйте налоговые риски. Тем более, что хочу еще раз напомнить, что компания проведет аудит, мы отличаемся тем, что у нас действительно аудит с пользой именно по вашим запросам. Мы проводим, в том числе, и налоговые аудиты, проводим непосредственно юридическую экспертизу договоров. У нас есть замечательный, системный, комплексный аудит, в рамках которого мы выявляем налоговые резервы и налоговые риски. И соответствующий тот год, который будет охвачен системным комплексным аудитом, в следующие три года можно жить спокойно, если даже придет налоговый инспектор с выездной налоговой проверкой. В любом случае, мы всегда будем с вами рядом и аудиторой, и налоговые юристы, и консультанты компании правооезд и аудит. За судебным, судебным порядком мы будем доказывать свою правоту. Даже если Фемида вдруг в судебном порядке повернется лицом непосредственно к налоговому органу, даже в таком случае непосредственно пение штрафа за счет страховки в ингострах. Поэтому системный комплексный аудит это безусловная защита от налоговых рисков с гарантией тем более. Поэтому смотрите собственную миссивность привлечения профессионалов. Пожалуйста, обязательно выявляйте налоговые риски, принимайте все необходимые меры для того, чтобы снизить интерес у налоговых органов на назначение выездного налогового контроля и не доводить дело до начисления, поскольку дело действительно очень серьезное. И прежде чем перейти к ответу на вопросы, хочу еще раз вам напомнить о том, что кого заинтересовал кстати аудит, пожалуйста, используйте QR-код, найдите камеру, перейдите сразу по ссылке, можно буквально за одну минуту узнать стоимость аудита именно для вашей компании, ваш соответствующий запрос, самые лучшие предложения подберем. И новогодние подарки и бонусы, как уже говорила Виктория, вот от души всегда стараемся быть максимально полезными и как раз подготовили полезные подарки это учетная политика, шпаргалка по актуализации учетной политики, это целая книжечка, которая пригодится больше, наверное, для бухгалтера, книжка интересная, шпаргалка для руководителя, да я думаю, для финансовой службы, для налоговой службы компании, да, непосредственно налоговые менеджеры, для бухгалтера тоже будет интересно, это такое вот руководство к действию, если вдруг пришел инспектор, если вдруг вызвали, если вдруг направили требования представления документов, как правильно и грамотно действовать, я уверена, что они вам будут полезны, эти подарки, и поэтому все души просто дарим пользу, дальше, что касается следующих моментов, связанных с видеокурсом, если у вас есть желание рассчитать аудит, подать соответствующие анкеты, пожалуйста, это можно сделать уже сейчас, и, кстати, будет замечательный подарок, если будет анкета от вашей компании, видеокурс, по КБУ 1802, тоже все подробно, да, Ирина Ильхенкевич как раз по КБУ 1802 рассказала, рассчитать стоимость аудита и получить подарки, можно как раз уже сейчас, наведя соответствующий камерный QR-код, пожалуйста, и еще раз напоминаю, что все участники сегодняшнего вебинара получают скидку, тоже подарок, 15% на любой вид аудит от компании Правовес Аудит, для этого необходимо знать еще промокод, который мои коллеги сейчас вам выложат в чат, пожалуйста, заходите, да, цикл кафе Правовес 24 и получайте замечательную скидку на ваш аудит по вашим запросам, самое главное отправить запрос до 31 декабря текущего года. Если возникают какие-либо вопросы, связанные с консультированием, с аудитом, с налоговой спорой, пожалуйста, обращайтесь, всегда открыто к общению и готовы вам помочь. Контакты абсолютно все есть, в основном числе они будут и в презентации. в презентации. Продолжение следует... Продолжение следует...